Здравствуйте, я студентка медицинского колледжа Змачинская Вера Антоновна. Моя работа называется «Исследование связи, самооценки и типа темперамента». Поскольку я обучаюсь сестеринскому делу, то понимаю, что мне нужно будет тесно работать с людьми. Много общаться с теми, у кого в данный момент какие-либо трудности со здоровьем и переживания этих проблем. Поэтому пациенты могут испытывать эмоциональный кризис и вести себя соответственно. Поскольку у человека психологический кризис, связанный с вопросами здоровья, то могут возникнуть трудности с его самооценкой. Он может начать плохо думать и относиться к себе. И в совокупности это плохо повлияет на процесс выздоровления. Наблюдая за людьми в сложных ситуациях, в том числе и связанных со здоровьем, можно заметить, что каждый человек реагирует по-разному. Кто-то агрессивно, кто-то жалуется, а кто-то безразлично. От чего это зависит? Знания по психологии, полученные на занятиях и при моем дополнительном изучении материала, позволяют предположить, что такая реакция может быть связана как с уровнем самооценки, так и с типом темперамента человека. Я задалась вопросом и целью узнать, есть ли связь между темпераментом и самооценкой. Актуальность. Для того, чтобы быть эффективной в своей работе, мне важно понимать людей, их реакции и переживания. Поэтому считают свои исследования актуальными и дающими возможность налаживать контакт с больными, нацеленные на их выздоровление. Гипотеза. Существует связь между типами темпераментов людей и их самооценкой. Цель. Доказать или опровергнуть выгнутую гипотезу. Темперамент. Устойчивое объединение индивидуальных особенностей личности, связанных с динамическими, а не задержательными аспектами деятельности. Темперамент. Это проявление в психике человека врожденного типа нервной деятельности. Он является природной основой проявления психологического качества личности и составляет основу развития характера. Одной из распространенных на данный момент является теория Айзенка. Для определения типа темперамента он использует две шкалы. Нейротизм, экстра или интроверсия. Они представлены на слайде. Сочетание этих параметров и их величины определяет тип темперамента. Темпераметры бывают следующие. Холерик, меланхолик, сангвиник, флигматик. Самооценка. Это оценка человеком самого себя, своих качеств, возможностей и позиций среди других людей. Она является ядром личности, играет роль важнейшего регулятора поведения и действия человека. Именно от нее зависит то, будет ли человек жить в гармонии с окружающим миром и насколько удачно он вызывает взаимоотношения с другими. Она влияет на все сферы жизнедеятельности человека, а также на его жизненную позицию. И именно поэтому самооценка не только сказывается на эффективности и успехе деятельности человека в данном месте, но и определяет весь последующий процесс развития личности. В психологии самооценка человека характеризуется многими параметрами. А именно, в зависимости от уровня она бывает высокой, средней или низкой. По ее реалистичности выделяют адекватную и неадекватную самооценку, среди которой выделяют заниженную и завышенную. Самый оптимальный уровень самооценки – это адекватный, когда человек здраво оценивает себя и свои возможности. Заниженная самооценка указывает на человека, который недооценит себя и не уверен в собственных силах. Завышенная самооценка говорит о том, что человек зачастую переоценит свои возможности и самого себя. Для проведения тестирования были выбраны 4 группы, всего 41 человек, обучающихся медицинского колледжа. Это студенты 2-го и 1-го курса возрастной категории от 15 до 18 лет, а также студенты 3-го курса возрастной категории от 18 до 20 лет. Им были предложены 2 теста – изучение общей самооценки опросника Казанцева и опросника Кайзенко на тип темперамента. Результат тестирования представлен ниже в виде таблицы. Опираясь на результаты тестирования, можно прийти к выводу, что холерики, мюанхолики и санглинки приблизительно поровну разделяют высокую и среднюю самооценку. Флегматики оказались в меньшинстве и показали среднюю самооценку. Это подтверждает теорию о том, что свойства темперамента образуют психологическую почву, на которой падают воздействия среды и воспитания. Тип темперамента передает своеобразие поведению человека, характеризует подвижность его психических процессов, их устойчивость, но не определяет ни поведения, ни поступков, ни его убеждений. Тогда можно сделать вывод, что поведение человека зависит от состояния, самооценки, типа темперамента и типа нервной системы. Практическая польза данной работы заключается в том, что опираясь на знания о типах темперамента, мы можем предположить реакцию в день человека во время сложных периодов, например, заболевания. Это может помочь наладить контакт и взаимопонимание с больным для успешного лечения. Теперь я вам расскажу, как те или иные типы темперамента реагируют в разных условиях стрессово. Сангвиники обладают быстрой реакцией и легко и скоро приспосабливаются к изменяющимся условиям жизни. Они могут быстро сосредоточиться, дисциплинированы и при желании могут сдерживать проявление своих чувств и непроизвольные реакции. Неприятности переживают легко. Холерики в определенной экстремальной ситуации, скорее всего, либо начнут устраивать панику, либо возьмут на себя ответственность проявить себя в бурной деятельности, которая может оказаться как полезной, так и абсолютно бесполезной для окружающих. Меманхолик обычно болезненно относится к негативным обстоятельствам. Легко, уязвимо, тяжело переживает трудности жизни. У них частные нервные стривы, они постоянно находятся в состоянии эмоционального стресса. Любая мелочь расстраивает их и выводит из равновесия. Флегматика может сломать резкая и часто смена обстановки, необходимость быстрого принятия решений. Ему надо дать время и не заставлять контактировать с большим количеством людей. Итак, зная особенности проявления типов темперамента, можно вовремя определить состояние человека и оказать ему должную помощь. Данная работа также может быть полезна для всех, кто работает и общается с людьми, сталкивающимися с трудностями и сложными жизненными ситуациями. Например, педагоги, учителя, консультанты, врачи и многие другие. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!